Вся планета Торманс из созвездий Рысы превратилась в гигантское пепелище. Пепелище опустошенных душ, силы и достоинства которых растрачено в пустой ненависти, зависти, бессмысленной борьбе. И везде ложь. Ложь стала основой сознания и общественных отношений. Люди становились равнодушными ко всему. Ленивыми циниками. Я знаю, что вы ваши сподручные. Спокойно примите гибель миллионов жителей вашей планеты. Лишь бы остались жить вы. Какой же вы историк, если не понимаете, что море пустых душ разлилось по планете, выпив, обожрав и втоптав все ее уголки? Как же вы можете говорить о людях, как о мусоре истории? Это ваша правда, а наша — это ограничение знаний. Ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя, разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Привет, друзья! Вы на канале «Только в плюс». В теме сегодняшнего исследования наша группа вышла с трех, казалось бы, разных сторон. Но все факты и открытия сложились в достаточно стройную цепочку выводов, с которой я вас сейчас и познакомлю. Кое о чем мы с вами уже беседовали, а кое-что расскажем впервые. Итак, в структурах официальной мировой элиты и власти присутствуют адепты системы коррумпированного гемиурга. Они обладают знаниями и технологиями, которыми успешно пользуются для достижения своих целей. Эти знания и технологии ранее использовались нашими предшественниками и работали на благо человечества, но были захвачены и переформатированы под нужды нового потребителя. Неиссякаемые источники энергии и установки по ее добыче и транспортировке. Места силы, дающие человеку душевный покой и телесное здоровье. Порталы и транспортные системы, а также системы связи и передачи информации при помощи технологий, которые наши современники назвали бы магией и позволявшие людям путешествовать, коммуницировать и созидать гораздо эффективней, чем сейчас это делаем мы, придерживаясь навязанного пути технического прогресса, в котором абсолютно за бортом остаются вопросы развития самого человека и его возможностей. Как результат, современный Homo sapiens знает и умеет гораздо меньше, чем его предок еще сто лет назад. О вопросах адаптации выживания в окружающей естественной среде наши дети и внуки просто обречены на гибель. Ну а наше босоногое советское детство и дворовой опыт еще оставляет нам хоть какие-то минимальные шансы. Проведенные нами исследования показывают, что силовые энергоустановки по сбору человеческого гаваха все время реконструируются, совершенствуются, обретают новые, но единые по всей планете элементы. Эти работы ведутся постоянно, без остановок и пауз, возводятся новые объекты, усиливаются и укрепляются старые. На эти цели тратятся колоссальные ресурсы и задействуются лучшие специалисты, а следовательно, это делается сведомо и под прямым контролем власть придержащих. Вот лишь маленькая цитата с доклада Андрея Пылинина о плоских пирамидах Санкт-Петербурга. Ссылки на полные версии четырех частей его выступления в описании под роликом. И обратите внимание, какое количество так называемых пятых углов им было показано еще год назад. Хотя этот термин по отношению к системам гаваха-сбора мы озвучили на этом канале совсем недавно. Все вписывается в единую систему. Все доказывает общий замысел. Все подтверждается одинаковостью проектных решений. Удивительные невероятности, когда ходил вот эти круги на полях смотреть, нашел вот такую медведицу. И прям она, прям, ох, какая сильная. Она прям смотрит на вот этот вот объект в Красном Селе. Это заборы, заборы. Я вдоль заборов обошел ровно вокруг. И потом, когда вернулся, стал осознавать, что же это за объект. Итак, как он выглядит? Объект вот такой, вот такой, вот с такой антенной. А куда эта антенна направлена? Для себя рассуждал я так, каким образом. Куда он стреляет? А стреляет он ровно, то, что я вам уже показывал. Это крематорий. И здесь точно такая же штука за забором. Ровно вот с такой все. Хотя можно было бы, ну чего там, людей-то за деньги же, ну, вот, ну, зачем угол это срезать? Только техническая вещь. Только техническая вещь. Мне как инженеру понятно. То есть, и если мы берем, да, и когда я шел к этому смотреть на крематорий, то самым странным образом, смотрите, что я нашел. Мимо проходил. Просто мимо проходил. Знаете, что? Что это? Центральный банк Российской Федерации. Вот так вот. Там, где-то там, под эстакадой оказалось. Это для меня тоже как бы знак такой. Вот как это выглядит сооружением в цвете. Лучше твунтершек забирает. Ну, нет. Просто технически. Технически. Вот так я осознавал, как направлены лучики. Обелиск памяти. Это, помните, да? Сюда подходит с шуваловской луч, с шуваловской пирамидой. И так у нас крематорий выглядит. В плане их. То есть вот стенка и вот стенка. И что мы... То есть вот этот забор. Без колючей, правда, проволоки. Но это в городе уже. Но, тем не менее, не перелезть. Типа нельзя-нельзя. Там что-то. Прошел вдоль стены. Скошен. И пошел смотреть сам крематорий уже. Вот так эта аллея выглядит. И вот сам крематорий. И что у нас оказывается тут? Пирамидка. Вот так вот. И там ворона до всей. Сидел на вершине. Потом пошел я дальше. Прошел. И вот у нас вот такой бедиск. Через который проходит луч пирамиды Шуваловской. Все. Я оттуда вернулся. И теперь это будет у нас Василиостровская пирамида. Очень важно. Вот это прям не бросалось несколько раз в глаза. И это прям не обойти было. Вот так у нас когда-то летало в тридцать первом году. Дирижабы. И обращаю внимание на колонны арастральные. И вот эту. Мать его трубу. Вот эта труба. Просто она прям бросалась и бросалась в нее в глаза. Думаю, ну зачем? Ладно. Будем смотреть. Труба. Вот она опять где-то дымит. Вот она опять торчит. Вот. А ее нету почему-то. Ага. Вот она. Труба. Подошел к ней. То есть кто-то когда-то, может быть, кто знает, в каком году эту трубу как-то отрилили. Трубу уменьшили. Труба. Вот она напротив. Находится это срединный луч Васильевского острова. Дальше покажу, что это важно. Итак, если мы смотрим, что же это за изделие. А вот такая вот очень-очень красивая труба. Но, смотрите, она до сих пор дровами топится. Вот такая приставочка. Вот сейчас. И под замочком. Залез на крышу. Проник в здание. Залез на крышу. Посмотреть, что же там сверкало. Итак, смотрим. Вот растальная колонна одна. Вот у нас бирля. Вот сакий. И вот у нас куполообразная такая штучка на здании. Если мы проведем луч по Гороховой, то мы выйдем на вот эту крышу. То есть проведя ее через Адмиралтейство. Внутри есть круглая часть. Если луч вести, то по прямой Васильевского острова. То есть она пройдет вот здесь вот. А тот луч, который идет через Адмиралтейство, он вот здесь пройдет. То есть перекрестие на этом фонтане. На которую попасть нельзя. Запрещено. Итак, переходим к стрелке Васильевскому. А этот дворик был рядом с трубой? Или это там? Дворик это вот, смотрите, вот труба. А дворик вот он. Он внутри. Итак. Да. То есть само напрашивается. Итак, у нас вот рисунок пирамиды этой. У нас напрашивается растальная колонна труба. Труба, да. То есть вот есть такие вещи. Просто графически. Вот так у нас подходит Пулковский региан. И он ровно через шпиль проходит. Вот так у нас проходит луч с большой пирамидой. Вот так у нас проходит луч, который идет в Красное село. Вот так у нас пойдет луч, который у нас поделит маленькую пирамидку. Если графа построения сделает, то мы выйдем на такой вот луч, который уткнется в порфириевую вазу. А этот луч пересечется на крылое. Это в летнем саду. Стрелка Васильевского. И мы чертим. То есть вот этот луч, который пройдет через середину пирамиды. Вот этот луч, который у нас пройдет через Эдмирофийскую пирамиду. И у нас, то, что я вам обращал внимание, на вот эту крышу кругленькую. И этот дворик с фонтанчиком. Вот этот дом и эта крыша. Вот в этой части находится какая-то поликлиника. Итак, и мы переходим окончательно к вершине доклада по поводу Санкт-Петербурга. Это вот эта часть. Помещение. Задник ресторана. Комната величиной, наверное, вот с половины этого. На ней сходятся два луча. Два луча стрелки Васильевского и большой пирамиды. Сфотографировано помещение. Вот так такая вата красивая на подоконнике стояла. Вот так это помещение выглядит. Вот лампа. Стол. Стол. Вот так вот стоят там, вот так по стенам сулья. И стол, на котором стол, если мы проведем, а мы проведем, то у нас получается вот эта стрелка Васильевского, вот эта вершина пирамиды Адмиралтейства. То есть в этом месте пересекаются две линии. На этих двух линиях два стула. Друг против друга кто-то садится и разговаривает о чем-то, что мы хотим сделать в Петербурге. Вот прям в этом месте. Это еще к вопросу, как они с Лениным поступили, воткнули сзади него пирамидку. Здесь то же самое они поступили. Что они сделали? Они воткнули вот такого человека, черного, такого ангела, назвали его Нироситтан. Но сзади что они закрыли? Они закрыли вот это. Два ордена. Вот это и вот это. Своей новомодной темой. Извините, что так долго. Очень старался сократить графический материал. Очень много убрал. Но выводы какие? В нашем городе непосредственно при нашем житии и быти ребята, которые из предыдущей цивилизации занимались мегалитами, всеми-всеми вещами, которые мы где-то видим, они переехали к нам. Уж точно на какое-то время. Во всяком случае, точно при Романовых. И все 300 лет они здесь существовали безбедно и управляли всеми этими вещами. Они разрабатывали и разрабатывают подобные технологии. С помощью убирания Ленина, Ленин не помог. То есть, когда они убрали Ленина или заблокировали его, они перевели энергии. И с какой-то целью в этом участвовал водоканал и электросеть. То есть, это абсолютный вывод такой. То есть, чьи руки – это водоканал и электросети. Чья голова? Голова у нас управляется сигналом с охота пирамиды. Влияние на собрание и еще что-то. То есть, как бы, это принятие, ну, законодательная власть. А вот на Васильевском, в этой комнате, кто-то два решает свои вопросы. Кстати, после опубликования этого видео, в том странном банкетном зале с двумя стульями в центре, окно заклеили зеркальной пленкой. Теперь не представляется возможным отследить, как твари и в каких человеческих тушках приходят туда обсудить свои планы и подсорядиться гавахам. А где же обучают этому ремеслу? Ведь для обретения необходимых навыков и знаний требуются десятки учебных заведений, сотни преподавателей и кураторов. Такой ресурс невозможно было бы держать в секрете. Мы бы о таком обязательно узнали. Да, если бы система работала только в нашем плотном мире. Но в чем прелесть положения адепта? Он не боится смерти, а иногда идет на нее осознанно, если это необходимо по плану. Ведь в своем по смерти он получит заслуженную плюшку и необходимые новые знания. А главное, его ждет элитное перерождение, целенаправленная реинкарнация с сохранением памяти о прошлых жизнях. Им не форматируют воспоминания, как всем нам. Помните пацана на входе в школу в маске Анубиса? Он уже четко знает, что должен делать. Затем его ждет обычный земной вуз для получения нужной земной специальности, а необходимые знания от системной матрицы у него уже загружены. И это не просто мои предположения. В ролике о федеральном военном мемориальном кладбище я уже рассказывал о судьбе автора проекта. Кстати, потомственного художника, что тоже говорит о преемственности профессий в семьях адептов системы. Он выполнил свою задачу в данной реинкарнации. И при возникновении сложной ситуации с судебным разбирательством просто покинул наш мир. Всего на территории кладбища будет размещено около 40 тысяч захоронений. Меня уже не удивляет эта цифра. Художественный руководитель проекта Сергей Витальевич Горяев. С его именем связан громкий скандал именно из-за проекта этого комплекса. Горяева назначили через Министерство обороны руководителем, уже работавшей над идеей группой авторов. Именно они впоследствии обвинили художника во внесении непонятных для них изменений. В течение строительства сроки неоднократно отодвигались. Так же, как и непомерно росла смета проекта. От запланированных трех миллиардов рублей она увеличилась почти вдвое. Даже после официального открытия Некрополя шли судебные тяжбы. Что, впрочем, не мешало во всех официальных источниках указывать авторам проекта Горяева. Чем все закончилось? Смертью Сергея Витальевича не прошло и трех месяцев с открытия объекта. Ему было всего 55 лет. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Еще несколько доказательств того, что объекты системы продолжают в ней сохраняться и развиваться. Независимо от внешних факторов, например, таких как смена государственного строя. Или вообще смена государства в принципе. Помните Кёнигсбергскую пирамиду? Повторю следы и коды системы при ее строительстве, которые нам удалось выявить. Высота 440 сантиметров. Код 44. Размер основания 4 на 4 метра. Снова код 44. Количество линий 13. Кстати, такое же количество линий и в пирамиде на долларовой банкноте. Соотношение высоты к основанию 1,1. Код 11. Угол наклона грани 66,6 градуса. Код 666. Количество блоков конструкции такое же. Начало строительства объекта совпадает с 666-летием Кёнигсберга. Официальное открытие пирамиды проходит в 1923 году. Код 23. Еще один факт, не прозвучавший в первом ролике. Под пирамидой находится капсула с именами погибших. Ну и новые доказательства того, что и в наше время пирамида остается важным объектом системы. Несмотря на то, что немецкий Кёнигсберг стал российским Калининградом. Статус пирамиды. Памятник местного муниципального значения по постановлению правительства Калининградской области от 23.03.2007 года за номером 132. Код 2332. Таких случайных совпадений просто не бывает. Также хочется обратить ваше внимание на то, что территорию современной России как бы перекрестили именем и образом Махакали. С востока – Калыма. А может, Кали-ма? В любом случае место страшное, пропитанное страданием и смертью многих заключенных. С запада – Кёнигсберг, специально переименованный в Калининград, в град Кали. Север – Кольский полуостров, определяемый во многом течением реки Кале или Кали. Ну и совсем недавно крест обновили, обновив статус полуострова Крым. Или лучше, как в мантре Махакали – Крим? Данная информация не имеет отношения к вопросу «Чей Крым?». Это просто констатация. Теперь перенесем свой взор в Кронштадт. А именно, на его центральную, так называемую, якорную площадь. Прелюбопытнейшее место, однако. Начнем с чугунной мостовой. Мы не будем пересказывать официальную версию и повторять ряд альтернативных. Озвучу ту, на которой в своих мнениях сошлись участники нашей группы. Это остаток допотопной технологии, отапливаемой мостовой, работавшей на слабых электрических токах, позволявшей быстро избавляться от любого количества снега, избегая образования наледи и гололеда. А вода беспрепятственно впитывалась дорожной подушкой. Нечто похожее сейчас делают на северных аэродромах, где под бетоном полосы прокладывают трубы теплотрасс, экономя на снегоуборочной технике и не нанося механических повреждений покрытию взлетной полосы. Но это остатки наших старых технологий, уже, к сожалению, забытых и неиспользуемых. А вот теперь к сооружениям системы, старым и новым. Начнем с самой площади, которую на протяжении почти 100 лет превращали в мощный некротический магнит. Во время событий Февральской революции на Якорной площади были убиты несколько десятков офицеров, в том числе военный губернатор и главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Верен. В марте 1917 года на площади в Братской могиле были перезахоронены погибшие во время Кронштадтского восстания 1905 года. Здесь же хоронили погибших революционеров с 1917 по 1921 годы. Всего около 600 человек, хотя на памятнике указано только 40 фамилий. Хм, 40. Последним здесь уже в 1980-е годы был захоронен прах главного комиссара Балтийского флота Флеровского. На площади возведен морской собор, первый камень которого заложил в 1902 году вице-адмирал Макаров. Адмирал вернулся на эту площадь в 1913, но уже в виде памятника, после своей гибели на борту броненосца Петропавловск. Его тело так и не было обнаружено. Макаров стоит на краю огромной, 160-тонной гранитной скалы, символизирующей черту между жизнью и смертью. А морская волна, готовая его поглотить, вам ничего не напоминает? Да-да, это гад. Змий. Японский дракон. Так и было задумано скульптором Леонидом Шервудом. Кстати, тоже потомственным архитектором и скульптором. Его брат Владимир Шервуд и занимался тем же, так же, как и отец, тоже Владимир. А их род имеет крепкие английские корни. Вот она, династическая преемственность на протяжении нескольких человеческих жизней. В нижней части памятника на лицевой стороне надпись, смущающая своим девизом. Помни войну. По работам Андрея Пылинина мы уже знаем, что в памятных композициях надо обращать внимание на все. От пьедестала до поворота головы или направления взмаха руки. Так куда указывает перст адмирала в момент его смерти? Прямо на братскую могилу, где 3 ноября 1974 года был открыт новый памятник жертвам революции в виде рассеченной на четыре части пирамиды. А ровно через 6 лет, 6-11 1980 года, некротический излучатель был завершен и начал свое функционирование. Когда от вечного огня Марсового поля здесь был зажжен огонь революции, прямо в центре пирамиды. Друзья, это важно. Кто уже начал шунгитовое противодействие объектам системы, помните, многие места находятся под постоянным видеонаблюдением. Не совершайте ошибок, как эти несчастные безмозглые, решившие на костях 600 человек в центре пирамиды Гаваха на огне некротического излучателя пожарить сосиски. Какое бы наказание им не назначила государственная машина, они уже очень сильно себя наказали сами, практически добровольно запрыгнув в работающий реактор. Наши действия не носят характера вандальных или хулиганских, и по факту официально вам предъявить нечего. Но палиться тоже не надо. Помните девиз моего друга? Со злом надо быть коварным. К примеру, на этом объекте я бы постарался заложить половинку шунгитного камня между булыжниками брусчатки основания пирамиды, а куда отправить вторую половинку, вы, надеюсь, знаете. Если забыли, добрый сказ Андрея Пылинина вам в помощь. Ссылка в правом верхнем углу экрана. И помните, сила камня неполноценна без силы вашей веры и осознанности ваших действий. И тогда шунгитовый маячок подаст сигнал космическим силам. А дальше дело времени и техники. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь относительно свежий проект, который еще находится в стадии своего создания и курируется на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин поручил создать автономную некоммерческую организацию, призванную сформироваться в туристско-рекреационный кластер. Кронштадт должен стать самым большим островом-музеем в мире, посвященным истории военно-морского флота. Проект «Остров фортов» был зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2019 года. Организаторами проекта являются Министерство обороны Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга. В рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года проект был презентован президенту лично. В парке продолжаются строительные работы, но первый этап проекта уже реализован, и некоторые локации стали доступны для посетителей с августа 2020 года. Кстати, это фото с церемонии открытия. В центре снимка Ксения Сергеевна Шойгу, российский общественный деятель и спортивный функционер. Снова преемственность династий. А локации уже заслуживают нашего внимания. К примеру, аллея героев, состоящая из 11, ну а как же без этой цифры, особых зон, в которых легко могут помещаться целые туристические группы в желании потрогать, рассмотреть, сфотографироваться. Они выполнены полукругом, обшиты металлическими листами, дополнены вмонтированными в полметаллическими кругами. Некоторые оборудованы скамейками для отдыха или проточной водой. Глядя на эти конструкции, не мог избавиться от ощущения нахождения в рентгенологическом отделении. Только здесь облучают не посетителей, а посетители облучают 11 работающих установок. Особенно эффективно они работают во время фотографирования, контакта с экспонатами или водой. Ну или наступание ногами на металлические таблетки. Вот на эту, к примеру, с кодом 944 я бы не стал даже под дулом пистолета. Следующий веселый аттракцион – круговые качели на 24 тушки одновременно. Почему-то вспомнил Ругвайский мемориал жертвам COVID-19 и похожие круговые качели на Ходынском поле в Москве. Только на Ходынке в центре просто оставили металлические стержни, выдавая их за флагштоки и ветроуказатель. Правильно, ведь они уже воткнуты в общие могилы и испорченную массовой давкой землю. А в Кронштадте применили технологию мемориала 911, где на перилах двух 9-метровых водных ям 44 прожекторами в каждой нанесены имена всех жертв. Кстати, а вот и технология пятого угла. Ну и не будем забывать проект парка ангелов в Кемерово на месте торгового центра «Зимняя вишня», где имена жертв нанесены на глюкофон, по которому целыми днями барабанят дети, не давая покоя душам погибших. А в Кронштадте в центре массовых качелей поставлен маяк, он же магнит и излучатель, состоящий из имен 200 героев военно-морского флота, начиная с петровских времен. Вот такое развлечение. Кстати, шунгит так и просится в гости к этим камушкам. Ну и на закуску. Главная доминанта проекта Кронштадтского парка в ближайшем будущем. Мы четко видим технологию плоской пирамиды с главным излучателем комплекса в центре водного зеркала. Кронштадтского парка А теперь о трех дорогах наших поисков, которые в итоге слились в один путь. Первое. Андрей Пылинин на примере Санкт-Петербурга раскрыл технологию тварей, обозначив ее как плоские пирамиды. Исторические фотографии. Вот здесь видно, что за комсомольцем металлические штуки, на которых ордена комсомолы. Вот так вот. Вот так вот. Единственную, кстати, цветную фотографию, которую нашел. Прям не найти. Прям не найти. Это исторический вид на площадь. Сейчас на этом месте растут деревья. Был план, что по центру этой площади поставить обелиск. Так, это в 68-м году площадь открыла. Итак, мы переходим к комсомольской пирамиде. Она очень похожа на предыдущую. И она сходится на комсомольской площади. Помните, да, питание через воду. Вот у нас Дудендорский канал подходит вот сюда. Питание у нас подходит. И трансформация. Это Пулковская. Это с Москвы. Через площадь Победы. Отправляется по Московскому. И сюда. Здесь стоял. Вот здесь уже следующая будет вещь. Вот здесь линия. Правильно? Итак. Как это питается пирамидой? Вот таким вот образом. С кем-то. Это узлы. Так это выглядит сверху. Комсомольская площадь. Вот сам треугольник. Это вид на площадь Победы. Это, собственно, здесь автора. Это сфера. Сейчас все. Тут они очень выдумщики. И почему я пришел к выводу, который однозначен, что эти ребята находятся здесь и сейчас среди нас. И, может быть, в этом даже зале. Вторая. Алексей Заяц собрал и предъявил на своем канале доказательства, что Париж стоит на основании огромнейшей звездной структуры, которую планомерно в течение длительного времени разрушают и переделывают под свои нужды. Следов звездности Парижа остается все меньше и меньше. Под городом в катакомбах создан огромнейший некротический магнит с миллионами костных останков. Количество объектов Гаваха-сбора в городе увеличивается с каждым годом. И выражение «увидеть Париж и умереть» обретает новый зловещий смысл. Я был в Париже. Жил там около месяца, и романтическая аура города, конечно же, впечатляет. Абсолютно на 100% маскируя систему тварей. Но она там, очевидно, присутствует. И доведена до идеала. Вот фрагмент ролика «Звезды Парижа» с канала Алексей Заяц. Пока могу лишь с уверенностью сказать на примере Парижа, что новые обитатели стали перестраивать планировку города аналогично той, что была в Египте. Как мы уже выяснили, помимо Луксорского обелиска, на исторической оси в Париже находятся пирамида Лувра, две триумфальные арки, и заканчивается данная ось в квартале Дефанс. С современным аналогом триумфальной арки – аркой Дефанс. Подобно египетскому храму мертвых Хадшипсут, сразу за аркой Дефанс расположены два больших городских кладбища – Пюто и Нии. Уже после прорисовки более 370 открытых футбольных полей, теннисных кортов и спортивных площадок, через поиск обнаружил для себя крупнейший концертный зал в Европе и крытый стадион многоцелевого использования, расположенный прямо перед большой аркой Дефанс. Это Париж Ла Дефанс Арена. Максимальная вместимость для концертов – 40 тысяч человек. Третья дорога была открыта автором канала «Рашу» романом, по итогам моих роликов, которых я рассказывал о давках в Москве и Минске, разделенных десятилетиями, но совпадающих по дате – 30 мая. Там же я вскользь упомянул о биографии орлеанской девы, сожженной на костре в этот же день, предположив, что образ Жанны Дарк, возможно, используется адептами системы для наивных французов, так же, как образ статуи свободы для американцев или образ Родины Матери для нас. Романа это предположение заинтересовало, и он его проверил. Результаты взорвали мой мозг. Скоро я вам их покажу. И снова женщина-воительница стала подниматься на волне патриотических чувств и любви к Родине, теперь уже французского народа. Твари обожают этот прием. Он весьма эффективен, так как не дает большинству людей осознать реальность чудовищных манипуляций с нашим сознанием из-за испытываемых благоговейных и священных чувств к прошлому. Я до сих пор регулярно отхватываю в комментариях о плеухе. От патриотов за Родину Мать и Бессмертный полк, а от индуистов за Шакти и Шиву. Теперь меня не взлюбят французы из-за препарирования образа национальной святой, статуи которой находятся в каждом храме этой страны. Но я уже привык. Тем более, что доказательства, присланные романом и добытые мною дополнительные факты, сверхубедительны. Сначала дополним новыми подробностями силовую линию Гаваха, официально называемую исторической осью Парижа, прочерченную Алексеем от пирамид Лувра до арки Тефанс. Ее официальная длина составляет 9 километров. Эту ось условно можно назвать прямой, так как небольшие отклонения из-за рельефа местности все же существуют, и их значения очень интересны. Лувр имеет отклонение в 6 градусов, а арка Тефанс – 6 градусов, 32 минуты. Бинго! Но пирамиды Лувра – современное сооружение конца 80-х, 20-го века. Их можно точно назвать конструктивными новыми элементами в системе Гаваха-сбора города. Инициатором этого проекта стал всего лишь один человек, тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран. И, несмотря на огромную волну общественного протеста, реализовал его в течение пяти лет. Он привлек к участию даже не француза, а иностранца, что только подлило масло в огонь костра критики. Американский архитектор китайского происхождения – Юй Мин Пэй. Кстати, этот любитель пирамид, точнее профессионал, прожил 102 года. Нужным людям система всегда продлевает жизнь по максимуму. Вот еще образцы его работ. Афрансуа Миттеран скончался в 1995 году. Вскоре после завершения срока его президентских полномочий. Причиной смерти бывшего главы Франции стало неизлечимое заболевание, о котором он узнал еще в начале работы в качестве президента республики, и которое скрывал во время своего пребывания на посту. Здесь тоже прослеживается интересная связь с проектом пирамиды Лувра. Именно тогда Миттеран выступил со своим предложением. Не случайно, возможно, одним из негласных названий проекта было «Пирамида Франсуа». Оно как будто увековечило своего создателя, стоящего на пороге смерти. Обращаю ваше внимание, что прототипом для главной пирамиды Лувра послужила пирамида Хеопса. Именно под этой конструкцией из стали и стекла ежегодно проходят десятки миллионов посетителей музея, оплачивая не только билет своими кровными евро, но и энергетический сбор. Еще три малых пирамиды находятся рядом, а также семь треугольных бассейнов с фонтанами. Вода выполняет функцию жидкой флешки в этой системе. Не будем забывать и про перевернутую пирамиду, уже не имеющую отношения к музею и сооруженную в торговом центре, но строго на нужной линии. Справедливости ради скажу, пирамида там не одна. На полу установлена еще одна однометровая, фигурировшая, кстати, в романе Дэна Брауна. Но что собирало и отправляло основному заказчику Гавах до появления пирамид Лувра? Сможем ли мы обнаружить старые элементы системы наподобие московской, где устаревший с технической точки зрения памятник Минину и Пожарскому сменили гораздо более эффективным проектом мавзолея с мумией мирового вождя пролетариата? Конечно, сможем. Просто нам нужно двигаться не по исторической оси к арке Дефанс, а в противоположную сторону. И тогда луч точно пройдет через тронный зал, где монарх, восседая на троне, подзаряжался энергией своих верноподданных. Но это всего лишь маленькая кормушка для одного, пускай и важного, адепта, наподобие банкетного зала в Санкт-Петербурге. Дальше мы оказываемся во внутреннем дворике замка, где энергетический луч четко проходит прямо через центр фонтана, попадая на водное зеркало передающего устройства. Но и это не конец цепочки. Через восточные ворота мы оказываемся на улице Адмирала де Калиньи, и, перейдя ее, подходим к церкви Сен-Жермен-Лёк-Саруа. А если быть точнее, упираемся в башню-колокольни, верхняя часть которой выполнена в виде правильного восьмиугольника. На этих снимках мы четко видим, что октагон постройки перекрывает возможность движения энергетического луча далее по прямой. Эта башня мне что-то напомнила. Ах да, Павелецкая высотка в Москве, тот же правильный восьмиугольник на верхнем ярусе. Несколько слов об октагоне. Его внешние углы одинаковы – 135 градусов, что дает при сложении код 9. Внутренние углы по 45 градусов. Снова получаем код 9. Сумма всех внутренних углов правильного восьмиугольника составляет 1080 градусов. И снова код 9. В ближайших выпусках мы поговорим о космической вихревой математике. Надеюсь, после этого наше понимание рабочих процессов в системе Гаваха-сбора станет прозрачней. Повторю, эти технологии работают на тех же законах и принципах, на которых работали системы наших предшественников. Нам надо обязательно в этом разобраться. И тогда то, что нам вредит, может начать приносить нам пользу. Но что очевидно уже сейчас? Октагон использовался нами. К примеру, купол скалы в Иерусалиме. Место силы у того самого краеугольного камня или камня основания. Лабиринт Реймского собора. Если убрать выступающие площадки, это тот же октагон. Восьмиугольная золотая чаша острова Белетунг, обладающая волшебными свойствами. Триограммы даосизма. Сейчас октагон может работать против нас. К примеру, в такой безобидной, на первый взгляд, конструкции, как зонт. А как вы думаете, форма клетки для боев без правил, которые смотрят сотни миллионов болельщиков, выбрана такой случайно? Но вернемся в Париж. Церковь Сен-Жермен-Лёк-Серуа стоит немного в стороне от энергетической оси системы. Зато точненько на месте старого языческого святилища. Я разбирал в ранних роликах такие однотипные храмы. Возможно, они входили в единую систему допотопной цивилизации, обеспечивая людей дармовой и неиссякаемой энергией. Но что мы можем говорить ответственно? Все они стоят на местах силы. Вот и этот храм мозолил глаза адептам системы, не давая им покоя в желании переформатировать его под свои нужды. И тогда была предпринята, как всегда, многоцелевая спецоперация под кодовым названием «Варфоломеевская ночь». Именно с колокольни церкви Сен-Жермен-Лёк-Серуа был подан сигнал к началу кровавой резни, испортившей ауру данного места. Затем начались подхоранивания под стенами собора известных творческих и ученых личностей Парижа. И место созидающей силы окончательно было испорчено. На ранних фото видно, что церковь представляла из себя вполне завершенный с эстетической и художественной точки зрения проект. Но под предлогом ансамблевого объединения религиозной постройки со зданием городской ратуши, что уже выглядит нелепо, была воздвигнута вот эта колокольня. Ее верхняя часть – октагон. На башне четко прочитывается техника пятого угла, буква «В». Парижане не оценили новострой. Ну а, к примеру, художник Клод Мане целенаправленно проигнорировал это сооружение, создавая данную картину. Но дело уже было сделано, и башня стала перенаправлять Гавах конечному потребителю. Для лучшего КПД перед ней была установлена вот такая скульптурная композиция из семи металлических лезвий, помогающая разворачивать горизонтальный поток энергии вертикально. В сквере рядом с башней все время устанавливают, мягко говоря, странные художественные инсталляции. Отрубленная и насаженная на колья – человеческая голова. Кровавый всадник из-за зеркалья. Сердце с цветами, посаженное на пирамиду, как накол. А главное, все они делают то же самое – разворачивают поток энергий. Голова – кольями, всадник – копьем, сердце – пирамидой. Теперь пробежимся по линии луча в другую сторону. Покидая Лувр, он проскальзывает под сводами триумфальной арки на площади Карузель. Затем оказывается над проспектом генерала Леманье, именно в этом месте, уходящем в подземный короткий тоннель. Кстати, в системе Гаваха-сбора важную роль играют не только водные ловушки, но и транспортные артерии, где автомобили или вагоны выполняют роль рабочих муравьев, перераспределяя потоки энергии в нужных направлениях. Именно в этом месте происходит коммутация с еще одним крупным комплексом, как раз и связанным с образом Жанны Д'Арк. Вернемся к нему в конце повествования. А сейчас продолжим полет вдоль линии силового луча, где нас ждут еще два водных накопителя с излучателями. Круглый фонтан, работающий даже при отрицательных температурах и собирающий вокруг себя десятки созерцающих французов. Это просто какой-то гипноз. И восьмиугольный, который так и называется – октагон. Посмотрите на фото со спутника. Точки вокруг – это люди, собравшиеся со всех сторон, как мухи на тарелку со сладким сиропом. А вот и он – луксорский обелиск. Но работает обелиск здесь не в одиночестве, а в компании аж двух одинаковых фонтанов. Такую связку мы теперь будем встречать часто, поэтому поясню. По одной из наших версий, места с такими близнецами работают на вход и выход. То есть, один отправляет энергию, а второй ретранслирует ответные усиливающие образы иллюзорной матрицы. Поэтому, применимо к плоским пирамидам, если в точке схождения всех линий одно зеркало, оно работает только на передачу. А если два, то и на прием, и на передачу. Полетели дальше. Крупный энергетический узел, где происходит слияние собранного гаваха с нескольких направлений – площадь Шамс-Элизе. Далее, еще более мощный – 12-лучевой узел площади Деголя, ранее называвшийся площадью Звезды. Здесь многократно усиливающийся поток энергии проходит через Триумфальную арку. Ежегодно именно отсюда берет старт военный парад, проходящий по Елисейским полям до Луксорского обелиска. Как видите, парижане обходятся без мавзолея, с успехом заменяя его другой энергосборной конструкцией. По традиции, в параде участвуют представители стран-участников Первой мировой. Друг за другом проходят и союзники, и враги. Для меня это сверхсимволично и доказывает, что все войны – это кровавый спектакль ненужных для человечества смертоубийственных действий. Далее по силовой линии есть еще несколько интересных локаций, на которых сейчас подробно останавливаться не будем. Позволю лишь небольшое дополнение к рассказу Алексея о финишной точке этого 9-километрового маршрута – большая арка Дефанс. Ее высота – 110 метров 90 сантиметров. Ну, вы знаете, уже даже и не смешно. Во время ее строительства погибло два человека. Несколько получили увечья. Что же на самом деле представляет из себя это уродливое сооружение? Оказывается, что арка представляет собой проекцию гиперкуба, так называемого тессеракта из четырехмерного мира в нашем трехмерном измерении, состоящем из 32 ребер. Ну, надо же! Это первый в мире объект гиперархитектуры – трехмерная проекция четырехмерного политопа. Конечно, очень сложно, глядя на нашу анимацию, воспринять гиперкуб из другого измерения. Но это и есть зеркало междумирья. Это и есть граница зазеркалья. Это портал между нашими мирами. Аналогично тому, как поверхность обычного трехмерного куба может быть развернута в многоугольник, состоящий из шести квадратов, поверхность тессеракта может быть развернута в трехмерное тело, состоящее из восьми одинаковых кубов. Это наглядно продемонстрировал Сальвадор Дали в одной из своих работ. И вообще, дядька знал много секретов из того мира. Всего существует двести шестьдесят одна развертка тессеракта. Два плюс шесть плюс один равно девять. Развертки гиперкуба могут быть найдены перечислением так называемых сдвоенных деревьев, где сдвоенное дерево – это дерево с четным числом вершин, которые разбиты на пары так, что ни одна пара не состоит из двух смежных вершин. Между сдвоенными деревьями с восьмью вершинами и развертками тессеракта существует взаимно однозначное соответствие. Всего существует, внимание, двадцать три дерева. Кто-нибудь еще сомневается, что коды Демюрга – не магия или проклятие, а просто математика высшего космического порядка. Тессеракт на плоскости превращается в октагон. Сравните эту картину с октагоном американского китайца, строившего парижские пирамиды. Забавно, правда? Их земные адепты все это уже давно знают и вовсю используют, сооружая мышеловки для нашей энергии и эмоций. Таким образом, теперь мы видим, что главная энергомагистраль тварей в Париже замыкается с двух сторон октагонами, являющимися еще и порталами в их измерении. Старый портал в башне-колокольни, новый в арке Дефанс. Еще один водный октагон находится внутри девятикилометрового участка. А теперь на примере образа Жанны Д'Арк я вам покажу, как другие гавахосборные системы города коммуницируют с главной энергосистемой Парижа. Возвращаемся к проспекту генерала Леманье. Каждый водитель, выскакивая из тоннеля, просто обречен наткнуться своим взглядом на красивый конный монумент орлеанской девы. Мозг человека, в особенности истинного француза и парижанина, тут же создает необходимый патриотический мыслеобраз, который и высасывается этим магнитом, расположенным на площади пирамид. Обратите внимание, какая красивая и функционально важная передающая стрелка получается у подножия этой скульптуры. Созданный энергопоток устремляется по улице пирамид до перекрестка с улицей святой отваги, являющейся ключом к пониманию кодов системы. Итак, нам сейчас не важно, существовала ли реально Жанна Д'Арк и какие подвиги совершала. Да простят нас французы. Важно, какую биографию ей придумали. Да-да, придумали. Да подлинно известно, что день рождения орлеанской девы назначен папским декретом в 1904 году, 6 января. Дата ее мученической смерти – 30 мая. А теперь посмотрим на данные солнечного калькулятора, который мне прислал Роман. Улица святой отваги сориентирована на восход солнца 6 января. Время восхода – 8 часов 44 минуты. А 30 мая любой находящийся на этой улице и повернувшийся к закату простится солнцем именно в это время. 21 час и гребаные 44 минуты. Эта машина без зазрения совести использовала тот же прием, что и с Иисусом, привязав жизнь и смерть Жанны Д'Арк к солнечным меткам, не забыв и цифровые коды. И пускай ее образ не столь значителен, чем образ сына бога, но Жанну знают практически все жители планеты. И его чтят и поклоняются десятки миллионов жителей Франции. А их жизненные силы грабят, используя в этой рыбалке как наживку героический образ непорочной девы. Это не конец наших открытий. Именно через Жанну Д'Арк я вышел на плоскую пирамиду Парижа, с которой вас скоро познакомлю в подробностях. А благодаря Андрею Пылинину и его знаниям нашел такие же плоские пирамиды и в других городах. Некоторые из этих проектов возводятся до сих пор, что означает, что эти твари рядом с нами. И расслабляться нам ну никак нельзя. У нас еще много работы, но я верю, мы справимся. Охотник с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok